Здарова, народ! Сегодня в этом видео я расскажу, как можно увеличить длину своего прыжка с места и все подробно расскажу и покажу на своем личном примере. Поехали! Вообще сам прыжок можно подразделить на 4 этапа. Первый это размах и толчок. Второй это угол и траектория, по которой вы будете совершать прыжок. Третье это мах ногами вперед и четвертое приземление. Итак, а теперь о каждом этапе поподробнее. И начнем мы с первого этапа. Это раскачка и толчок. Для того, чтобы вы понимали, каким образом вообще правильно это все должно совершаться, хочу рассказать небольшую предысторию, чтобы вы понимали. Смотрите, наш центр тяжести находится вот в этом месте, то есть это наша поясница. И чем быстрее он придет, то есть чем быстрее вы сможете довести свой таз в траекторию отталкивания, нужную для нас, тем дальше вы сможете прыгнуть. Поэтому для вас основная задача прыгать не с места, именно в плане таза, то есть ноги-то у вас остаются на земле, а сам таз должен максимально быстро прийти в ту точку, которая для нас с вами важна. И здесь мы, собственно, сейчас будем уже переходить ко второму этапу. Также здесь важен момент мах руками. Для того, чтобы вы максимально далеко смогли прыгнуть, ваши руки должны в первую очередь зайти, насколько это возможно, назад, то есть момент, и выстрелить вперед под тем углом, который для нас с вами нужен. Это порядка 45 градусов. Ну и здесь мы плавно с вами приходим уже ко второму этапу. Это траектория прыжка. Итак, второй этап – это траектория нашего прыжка. Угол, который вы должны воспроизвести при прыжке, он находится порядка 45 градусов. Есть небольшие исключения в плане более острого и более высокого угла. У меня будет об этом отдельное видео на канале. Если будет интересно, обязательно после этого посмотрите. Итак, для того, чтобы вы научились создавать правильный угол, у большинства начинающих, вообще любителей, угол максимально большой. То есть 60-70 градусов. Люди больше прыгают вверх, чем в длину. Каким образом это у нас лечится? В первую очередь, чтобы перестать бояться, что вы не допрыгнете, нужно совершать подсет, начинать падать и в последний момент прыгать. И вот та траектория, в которой вы комфортно еще можете все-таки оттолкнуться и совершить прыжок вперед – это примерно траектория 45 градусов. Итак, третий этап – это мах ногами в момент набора максимально высокой точки в самом прыжке. То есть смотрите, здесь у нас момент получается следующим. Когда мы с вами набираем максимальную высоту, у нас уже дальше идет фаза снижения, приземления и, соответственно, само приземление на две ноги. Так вот, для того, чтобы еще дополнительно максимально далеко прыгнуть, очень важен момент перемещения ног вперед. Чем быстрее и чем дальше вы их занесете, тем, соответственно, длиннее будет ваш прыжок. Поэтому, когда вы находитесь в верхней точке, ваша задача – прийти в нее с максимально прогнутой спиной назад, то есть ваши ноги должны находиться сзади, и максимально быстро они должны выстрелить вперед. Здесь нужно обращать момент, смотрите на что. Когда мы с вами ногами вперед совершаем движение, это не то же самое, что если мы, допустим, качаем с вами пресс на полу и поднимаем свое тело к ногам. Нет, здесь обратный момент, здесь ноги приближаются к телу. Поэтому, если вы хотите отрабатывать данный момент, вам нужно висеть на турнике и поднимать ноги перед собой либо согнутые, либо прямые, либо уже с дополнительным весом, в зависимости от того, какая сила у вас мышц кора. Итак, четвертый этап – это у нас приземление. Само приземление существует двух вариаций. Первое приземление, первый вид приземления – это узкая постановка, примерно на ширине плеч, и широкая. Чем они отличаются? Преимущественно, девочки прыгают с широкой постановкой ног, потому что их растяжка позволяет им намного глубже сесть, чем парням. Еще очень важный момент, если у вас есть проблемы с… у вас есть шишка под коленом или над коленом, в общем, если были какие-либо проблемы с коленями, то ваша постановка должна быть только узкой. В таком случае вы лишний раз не получите никакой травмы. Итак, каким образом вообще выглядит узкая постановка ног? Она у нас должна быть на ширине плеч. И когда вы приземляетесь, ваша задача максимально далеко – вытянуть ноги, поставить пятку и попытаться подтянуть себя в последний момент. Если вы будете прыгать под правильным углом, о котором я говорил в начале ролика, порядка 45 градусов, то скорости и траектории, по которой вы будете приземляться, вам хватит. Если ваш угол будет порядка 60 градусов, то есть максимально вверх и по траектории вниз, то если вы попытаетесь завести ноги сильно вперед, то, скорее всего, при приземлении вы отшагнете назад, что будет считаться ошибкой. Поэтому, если вы выбираете правильный угол, вам намного легче выкинуть ноги сильнее вперед и подтянуть себя, во-первых, за счет силы ноги, во-вторых, за счет самой инерции таза, которая вас доведет. По поводу широкой постановки ног, преимущественно, такой постановкой пользуются либо профессиональные спортсмены, которые уже понимают, либо те люди, у которых действительно хорошая растяжка и здоровые колени, и им действительно позволяют ноги приземлиться и довольно-таки низко сесть, за счет того, что таз у них может зайти до пяток. Если есть проблемы с коленями и вам вообще проблематично совершать глубокие приседания, то этот вариант сразу же не для вас. Итак, освоив эти четыре этапа, вы сможете значительно увеличить длину своего прыжка. Если у вас возникли какие-то вопросы или проблемы с одним из этих моментов, которые вы не понимаете, каким образом вам наработать или что нужно делать, чуть позже на моем канале появятся подробные видео по каждому из этих этапов. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, обязательно пишите комментарии, если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, нажимайте колокольчик. Ну и как всегда, с вами был я, всем пока! Итак, если вы освоите все эти четыре этапа, то вы незамедлительно сможете прибавить в своем прыжке. Вообще, сразу же скажу, ребята, цельтесь примерно на три метра. Три метра возможно добиться именно за счет только правильной постановки техники. Если вы захотите уже целиться дальше, то для вас будут отдельные видео на моем канале, каким образом можно уже перебить эти три метра и бороться уже за более высокие результаты.